всем привет сегодня будем заготавливать на зиму черную смородину будем варить из нее варенье но это варенье необычной а такое которое после полного остывания напоминает желе при этом не желатин никакие другие загустители я в него не кладу я заранее уже намерила и смородину и сахар и водичку взяла вот такой стакан у меня 300 миллилитров и отмерила три стакана смородины три стакана сахара и один стакан обычной питьевой воды все необходимые ингредиенты и их количество я укажу описание под видео так берем миску которой обычно варим варенье высыпаем туда нашу смородину смородину я промыла хорошо под проточной водой высыпала на полотенечко просушила немножко теперь отправляем разравнивать и выливаем туда дальше отправляем миску со смородиной на плиту сначала включаем большой огонь ставим туда нашу смородину и ждем пока она закипит как только наша смородина закипит хорошо перемешиваем и засекаем 15 минут надо чтобы она кипела 15 минут ровно огонь сейчас сделаю небольшой не буду ее кипятить на умеренном огне ровно 15 минут время от времени смородину перемешиваем пока смородина варится подготовим банки и крышки банки я хорошо помыла и теперь прямо мокрыми ставлю их духовку переворачиваю их на решетку вверх дном включаю 100 градусов температуру и буду сушить их минут 7 до полного высыхания вы же можете стерилизовать банки удобным для вас привычным способом крышки заливаю кипятком теперь оставляю на 3-4 минуты пусть немножко простерилизуется затем крышки буду выкладывать на бумажное полотеночко стою переворачиваю и так оставить оставляю их до полного высыхания чтобы не осталось ни одной капельки воды прошло 15 минут смородина наша уварилась уже вода практически испарилась выключаем огонь переносим на стол где нам будет более удобно работать дальше теперь горячую смородину всыпаем сахар сыпем не весь порциями так будет удобнее размешивать размешиваем до полного растворения кристаллов сахара полностью размешали такое варенье у нас получается варить с сахаром уже не надо размешали сахар полностью растаял и оставляем пусть немножко остынет буквально 10 минут варенье наше стало теплым такой вот красивая на уже даже немножко начала замыскать сейчас будем разливать его по банкам я когда варила не пенку не снимала ничего она варилась и даже не берем стерильные баночки и разливаем получилось у меня две баночки еще немножко чтобы попробовать остальное перелью в пиалку и потом когда хорошо остынет я покажу какое оно густое получается теперь будем банки накрывать стерильными крышками и закатывать и закручиваем ключом одна баночка готова ту же процедуру повторяем со второй баночкой закатанные банки я не переворачиваю не укутываю сразу отправляю их в погреб на хранение если погреба нет хранить можно просто в кладовке варенье отлично хранится до самой зимы а пиалочку я сейчас поставлю холодильник и потом покажу вам как она хорошо застывает и так уже видно что варенье густое застывший но после холодильника она вообще уже будет как настоящее желе прошел всего один час того момента как я поставила пиалку с вареньем холодильник вот так она уже застыла хорошо чем дольше постоит тем будет более на такой густой вот и все вкуснейшее смородиного варенье готова приятного аппетита и пусть вам будет вкусно если вам понравился рецепт ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал